Всем привет, друзья! С вами Ниль Фгорн и это игра TerraTech. Мы продолжаем развиваться и в этой серии я построю новое устройство, так скажем, больше размером, да, которое будет у нас убивать, крошить, не знаю, разрывать врагов. Пока не представляю, что это будет, но, скорее всего, что-то такое боевое, таранное, да, то есть мне нравится таранить устройство. Да, мне предлагали сделать полностью таран, допустим, ну, то есть устройство полностью направлено на таран, то есть которое будет убивать именно тараном. Но все-таки вот именно основное устройство такое мне нужно гибридное, так скажем, да, потому что задание еще множество нужно выполнять и нужно будет ездить довольно-таки далеко, убивать врагов, проходить миссии. Так что, если вам понравилось это видео, поставьте лайк, желательно, вообще можно прям сразу ставить, да, если вы еще не подписались, подпишитесь и обязательно нажмите на колокольчик, тогда у вас будут приходить предупреждения о новых видео и вы не будете пропускать ни одного. С чего начать, да, с чего начать? Начнем мы, конечно же, с базы, с основной базы, которая у нас будет держать весь наш транспорт и вот здесь вот, конечно, нужно, ну, как сказать, подумать более правильно. Почему? Потому что есть небольшой нюанс. Если я наворачу слишком базу, то мне придется наворачивать очень много двигателей, чтобы нормально двигаться, да, то есть и вот здесь вот нам нужен баланс. Но, но, ребят, я думаю, что я буду использовать турбины Хавки. У меня вот 15 роторных винтов есть, то есть, ну, это не турбины, не турбины, а роторные винты. Вот их я буду использовать для движения нашего транспорта. Сейчас я попытаюсь какую-то платформу построить и посмотрим, что из этого получится. Да, ну, к примеру, вот что-то такое. Это будет у нас таким центром нашего, сердцем нашего устройства. Конечно же, сердце можно еще подразумевать как топливные баки, точнее, собственно говоря, батареи энергетические. И здесь вот начинается вопрос. Во-первых, в первую очередь, какое шасси я буду использовать? И здесь, конечно, бы хотелось использовать гусеницы, да, то есть танковые треки, да, то есть вот можно вот так вот, к примеру, поставить для начала, для начала вот так вот. И, в принципе, это уже неплохо, но на больших скоростях и когда я буду, допустим... Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, нифига, он разогнался уже такой... Когда я буду, допустим, нагружать это устройство, треки будут проседать и нужно их ставить тогда ниже, если я таким образом хочу устанавливать гусеничные треки. Так, ребят, я установил спидометр, чтобы следить за скоростью, потому что устройство довольно-таки интересно получилось. Вот эта вот платформа, да, так скажем, я здесь просто так для антуража добавил еще 2-4 турбины. Почему-то я турбинами называю. Посмотрите, как гусеничные треки держат, да, то есть вот неровности. Это вообще потрясающе. Так вот, и скорость у нас получается... Ну вот, ну давайте на прямки, на прямках пытаемся развить... Черт, просто слетел, можно сказать. Давайте по прямой попытаемся развить максимальный скорость 62, 63, 67. Он до сих пор разгоняется, блин, отвратительно, отвратительно медленно разгоняется, кстати, двигатели эти. 67, ну, 67 и это предел. Но вот, вот видите, вот, вот сейчас вы, наверное, заметили, что у гусеничных треков вот этих есть небольшая проблема. Это поворот. Ребят, поворот, ну, прям вообще у них с этим проблем. Ну, как он, черт возьми, залезает прикольно. Ну-ка, давайте попробуем... Во-боу-боу, не лагай, не лагай, давай здесь. Ух, прям, прям отлично, конечно. Но не забывайте, что это еще не полный вес этого устройства, поэтому здесь... Ух, пум, отлично. Мне, мне на самом деле нравится, как двигается. Но, смотрите, чтобы увеличить движение, у меня вообще гусеничные треки еще нет. Они кончились, оказывается. Ребята, есть такое... Я тут экспериментирую с шасси, да, как его располагать. Там у меня сейчас потихонечку крафтся еще гусеничные треки. Я тут взял вот... В общем, смысл в чем? Я убрал здесь, да, по два трека и добавил их вот так вот. Чтобы, чтобы, понятное дело, да, чтобы вот так вот пытаться сделать какой-то крен и пытаться, так скажем, более правильнее заезжать, что ли, да. То есть, ну вот, чтобы вот этот крен был более приятным. Думаю пока как экспериментировать, но помните 78... Что там, что-то вышка моя перестреливается с кем-то. Так вот, вы помните, да, то есть, что 78, по-моему, да, или 68 было миль в час. Сейчас эта скорость составляет 75 миль в час. Почему? Я немножко не понял. Но у меня есть предположение. Давайте вот так вот попробуем сделать. Мы сейчас убираем вот эти еще гусеничные треки и... Нет, скорость не увеличилась, но... Такое ощущение, что на меньшей площади, чем мы едем, ну, тем... Чем меньше площадь гусеничных треков, тем больше скорость. Вот такое вот у меня ощущение сложилось, но... Но это не факт. Буду экспериментировать с дальнейшим установкой гусеничных треков, потому что вот хотелось бы, чтобы... Вот видите, вот сейчас вот я на маленькой скорости идеально заехал, но на большой, скорее всего, так не получится. Прям вот... Ох, это лично мне нравится. Он так круто это все преодолевает. Вот серьезно, вот на данный момент. Прям вот... Да, он, конечно, вот... Шасси постоянно убивается у него, ну, бьется, так скажем, но это мешает ему гнать, так скажем. Вот такую вот идею я хотел воплотить, да, то есть вот так вот гусеницы поставить ступенькой, чтобы они цеплялись. Но на больших скоростях, допустим, да, то есть вот если я хочу прорываться, пошел, бам! Ну вот видите, да, что происходит? Все равно я постоянно буду ударяться. То есть как бы я не хотел что-то сделать, но ударяться я постоянно буду. То есть это вот просто вот, ну, ну, объективно. То есть это по-другому с гусеничными треками не получится. То есть бам! Вот видите, постоянно удар есть, потому что вот эта часть, вот эта часть, то есть вот об этой части как раз-таки ударять. Если бы она, ну, не была, не знаю, как-то, ее не было здесь. Ой, 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 здесь война какая-то происходит. Уходим, 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 уходим. Ну, если бы ее не было, то было бы все проще, конечно. То есть мы спокойно бы не ударялись бы и ехали дальше. Но так как у меня будут присутствовать пара таранов, да, то есть это будут какие-то не гусеничные треки уж, конечно. Что я говорю? Так вот здесь я немножко подразобрал не того. Не гусеничные треки, но какие-то, допустим, дрели. Почему бы нет? Допустим, сейчас мы сразу же прям вот попытаемся что-то изобразить такое. Вот такие вот, к примеру, дрели. Ну, вот здесь мы их сейчас поставим. И вот тут надо подумать, да, либо такие, да, то есть мы ставим либо такие. И вот убираем вообще здесь вот эти колеса и ставим здесь прям ряд дрелей и здесь еще снизу. Либо, а снизу зачем? Если я снизу поставлю, тогда смысл того, что у меня гусеничные треки здесь стоят, то есть как бы непонятно, да? Тогда по-хорошему нужно, знаете, как делать вообще? Тут вот это все убирать. Все убирать, 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 опять же. Убирать и, допустим, здесь оставлять гусеничные треки снизу. Блин, вот построить шасси, на самом деле, хорошее шасси, да, которое тебе понравится, очень сложно, на самом деле. Это прям куча-куча вариантов, куча тестов, куча проверок. Так, вот, допустим, так делаем. Добавляем здесь пару блоков. Таким вот образом здесь мы сразу ставим. Получается у нас... Ух ты, даже я вот так вот могу сделать. Сейчас появилась мысль. Допустим, вот так вот. Только повыше, да? Нет-нет-нет, не лазер, не то. Бур. Бур вот этот вот. Только вот так вот. Вот так вот. Здесь вообще можно пилу поставить. Вот так вот, да? И ряд, ряд буров наверху. То есть это, ну, к примеру, мы вот так вот ставим и... Только их нужно выпилить, так скажем, вперед, да? Немножечко. Сейчас объясню, почему вперед. Сейчас объясню. Кстати, может быть даже... Может быть, сейчас мы проверим одну вещь. Если эти буры будут устанавливать... Нет, они вот... Если бы они смотрели вниз... Ну, хотя бы... Да, видите, вот здесь вот должен быть один блок свободный. Ну, вот видите, вот, допустим, вот так вот ставим и видите, вот... То есть на один блок выше нужно ставить, тогда только получится, что они будут смотреть. Да что ж такое-то? Я вроде нажимаю, а оно выбирает какие-то непонятные структуры. Так, допустим, вот только так вот получится. Но с другой стороны это тоже работает, да? То есть это тоже такое... Это прям, это, господи, это какой-то ужас. Прям молотилище такое получается. Кстати, а почему бы нет? А почему бы не попробовать именно так? Единственное, что тогда огня никакого не будет. То есть я не смогу стрелять как-то, да? То есть во врагов. Вот единственный момент. Это нужно тестить. Вот серьезно, это нужно тестить. И при том так хорошо. Давайте я соберу и попробуем что-нибудь протестить. Так, ребятки, получилось что-то вот такое. Я поставил защитные... Здесь уже точно будут использоваться защитные барьеры. Так как батарей будет очень много. Я, может быть, еще даже ряд добавлю. И посмотрите, вот какую я придумал огнем... Ну, как сказать, вот эту атакующую часть, да? То есть у нас стоит три огнемета. Притом этот огнемет будет приподниматься и атаковать. Здесь вот у меня... Да, есть еще огнеметы. Так, вот так вот мы еще можем поставить огнемет. И мы, наверное, поставим. Потому что огнеметы это, на самом деле, очень сильная вещь. Здесь посередине стоят пять дробовиков. Они будут... Они не все будут стрелять и не всегда. Но под каким-то определенным углом, да? То есть вот под таким углом они точно будут стрелять. Поэтому я же тоже не прямо буду всегда нападать, да? А тоже под разными углами. Поэтому я поставил здесь. И довольно-таки интересное вот получилось устройство. Регенерация везде цепляется. Так что остается единственное, что добавить, это радар. Гусеничные треки я заполнил снизу. Все. Ими, в принципе, можно отправляться. Но скорость, конечно же... Скорость, конечно же, у нас сразу же падает. Это очевидно, да? Да, мы теперь поворачиваемся намного медленнее. И нам надо какое-то, знаете, огромное... Во, я вижу, вижу, вижу. Нам нужен... Огромный какой-то монстр, на котором мы сейчас... И как раз это все... Ребята, а это же... Это же... Посмотрите, я его просто... Я не знаю, что я с ним творю, но я, по-моему, его просто изнасиловал. Он... Я не знаю, почему он отлетает. Щиты об щиты не бьются. Мне кажется, это, знаете... Я бью его дробовиками. Вот у меня такое ощущение. То есть залп дробовиков, его вот так вот... Притом, видите, огнеметы, они практически во все стороны стреляют, да? То есть им мешает ничего. Но вот дальней атаки у меня совершенно никакой нету. И вот здесь вот, конечно же, минус. То есть вот в данном случае вот это устройство я убить нормально не могу, потому что... Потому что я его отталкиваю. Тупо отталкиваю, и это не очень хорошо. Но здесь... Не забывайте, что это еще не конец. Мы можем спокойно здесь поставить пару курсовых ракет. Даже не пару, а, ну... Штук пять, десять, двадцать. О, давайте вот здесь попробуем. Вот здесь щитов нету, он... Так. Понял, еще небольшой минус. Привет, друг. Давай умри, пожалуйста, во славу. Ну вот, давайте атакуем. Полностью атакуем. Типа я его пытаюсь зарезать. Зарезать. Ну и, как видите, просто в хлам. Единственный вот здесь вот я вижу минус, это... Опять же, гусеничные треки. Они отвратительно ездят по... Они отвратительно ездят по... По блокам. То есть они начинают скакать, они что-то начинают дергаться. Вот такие вот... Ну, такую ересь постоянно творят. И вот еще проблемка, да? То есть вот... Просто у меня даже не хватает мощности преодолеть такой вот угол. Как это сделать, как его преодолеть, я, честно говоря, не знаю. Здесь либо ставить нужно колеса. Вот сюда, вот вниз. Либо... Ну все, ну... Только такие вот у меня... Нет, конечно, я могу... Могу вот так вот передвигаться, да? И вот, собственно говоря, градус поменяли и все. Но я бы хотел, чтобы у меня не было таких проблем с застреванием. Давайте я подумаю. Я столкнулся с проблемой. Какой? Да, такой, что вот эти вот... Да, это мощно. Это круто выглядит. Но... Слишком большая их длина, она мешает мне проехать, да? То есть вот видите, я ими просто цепляюсь. И вот здесь вот ничего. Даже если я вот так вот колеса поставлю, они не... Не цепляются, чтобы как-то, ну, как-то видите... То есть не получают. Поэтому либо здесь надо убирать, либо ставить короткие. Вот еще один минус понял того, что гусеничные треки не протаскивают ваше устройство. Я и так, и сяк пытался сделать, но даже приподнял, как видите, приподнял на один блок дрели, да? И вот смотрите, просто вот в такую яму упираюсь, все. Вот я вперед жму, да? То есть не получается, да? Может быть, турбин не хватает, мощности не хватает. Попробуем. Поставили кучу турбин. Жмем вперед, не получается. Пошел, давай! Но, как видите, никак. Турбины не помогают и... Короче, вся фишка в том, что, допустим, хомяк, когда сталкивается с такой проблемой, он гребет колесами. Здесь же треки, смотрите. Биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг-биг. Они нет, они не помогают. А там колеса гребут, и вот в этом есть огромнейший минус. Колес перед треками или наоборот, да? То есть, ну... Так что, тут вот придется вот как-то... Как-то... Вот постоянно он в землю, все, упирается. Вот уперся, и все. Вот, вот. И то он задницу задирает. Вот, все. Ребят, я вообще застрял. Вот. Я вообще застрял, прикиньте. Ну, нет, это что, это не устройство будет? Я буду вот так вот постоянно, что ли, застревать везде? Нет, это не тема. Либо нужно убирать гусеничные треки, либо... Короче, потестив, я попытался и так, и сяк поставить, и разнообразно. Как видите, вот тут разнообразные варианты устанавливал колес. Может быть, максимум, что я оставлю, может быть, спереди оставлю одно колесо. Сейчас посмотрим, как оно будет смотреться именно в таком вот варианте. Но здесь мне придется тогда... Да, мне придется здесь еще тогда одну ставить батарею. Чисто для того, чтобы на чем-то они держались. Так. Посмотрим просто, как это выглядит, да? И, в принципе, здесь тогда еще можно одну гусеницу вот так вот воткнуть. Или нет, и поставить стоп. Короче, все, я теперь понял. Нет, я все-таки убираю колеса полностью, потому что я и так, и так сяк тестил. Ладно, будут небольшие, как сказать, небольшие нюансы в проходимости. Но это, на самом деле, не очень страшно. Лично для меня, по крайней мере. То есть, я как-то некритично буду к этому относиться. Поэтому будем просто учитывать, что в нашем устройстве будет вот такая небольшая погрешность. Вообще, да, ребят, можно проходимое устройство сделать, но я не хочу его делать таким полностью проходимым. Во-первых, можно поставить большие колеса. Раз. Можно вообще полностью колеса поставить и отказаться от таранной части. Это два. Все это можно сделать, но, честно, я хочу оставить таран. Мне нравится... Мне нравится так воевать. Мне нравится бурить врагов, да? Врезаться в этих врагов и делать в них дырки. Поэтому просто будем учитывать, что у этого устройства есть небольшие недостатки. В общем, после многократных экспериментов я все-таки оставил вот такую же конструкцию, но при одном условии. Сейчас объясню. Во-первых, мне очень понравилась вот эта конструкция шагового бура, да, так скажем, и огнеметов. А это очень убойно. Это очень убойно, ребят. При этом при всем не забывайте, что сверху еще будет стоять по-любому пару пушек, ракеты, которые будут... Ну, в общем, будет прикольно еще орудий добавиться. Это раз. Конечно же, еще добавится скорость, да, турбины добавятся, реактивные двигатели добавятся. Но вот здесь вот есть момент. Смотрите. Здесь, вот с этой стороны, у нас стоят гусеницы, а вот с этой стороны стоят колеса. Два варианта. Колесный или гусеничный. Колесный или гусеничный. Я строил за кадром и колесный. Он также великолепно себя ведет, и скорость у него хорошая, и... Ну, в общем, есть с чем сравнить. Хотя я вам этого не показал. На колесной основе мы получаем прыткость хомяка. То есть, посмотрите, он вообще безудержно начинает преодолевать пространство. Давайте я сейчас еще батареи добавлю, а то у меня на реактивных двигателях нет батареи, и поэтому двигатель не работает на полную катушку, как должны. То есть, что я хочу вам сказать. И в гусеницах есть свои плюсы, да, и в колесах есть свои плюсы. И вот, ну, ну, как-то, ну, не знаю. И вот что лучше, я, честно, я затрудняюсь. Ребят, поэтому я дам, так сказать, шанс выбрать вам. И решить, какое устройство будет на колесной основе или на гусеничной основе, это уже решать вам. И давайте так сделаем. До... Если наберем до 400 лайков, до 400 лайков. То есть, если больше 400 не наберется лайков, то я сделаю на колесной основе. А если будет больше 400 лайков, я сделаю на гусеничной основе. Так что пишите в комментариях, ставьте лайки или не ставьте лайки, как вы сами решаете. То есть, как-то так, наверное, сделаем. Потому что выбор сложно мне сделать. И я, наверное, сделаю... Чтобы вы сделали выбор вы. И это видео я разбиваю на две части, логично, да. После того, когда это видео выйдет, я посмотрю на вашу активность и решу, что в следующей серии, какую основу оставить. И уже в следующей серии мы доделаем это устройство, добавим орудие, добавим... Грамотно добавим батареи, потому что здесь я просто напихал. Грамотно установим реактивные двигатели, потому что в данный момент сейчас... Ну, вот мне не нравится, когда передняя часть... То есть, передняя часть реактивные двигатели вниз опускают, да, как бы. А она должна вверх приподниматься. Хотя бы чуть-чуть, но должна вверх ее тянуть двигатели. Поэтому тут тоже подумаем над этим. В общем, работы еще очень много, дорабатывать еще очень много. Поэтому все в ваших руках. Ну, а на этом я заканчиваю. Всем всего, удачи и пока. Субтитры сделал DimaTorzok